Здравствуйте, мои дорогие подписчики! На начальном этапе, на первом, скажем, мы учились произносить слова, опираясь на гласные, согласные, слоги, пары слогов. После того, как сформировали фонетико-фонематический слог, теперь нужно ставить звуки, потому что речь нечистая, а звуков многих нету. Параллельно начинаю ставить звуки Р, Ш, С, Л, делаем мы артикуляционную гимнастику для каждого звука и продолжаем работать по обогащению активного и пассивного словаря. А также нужно учиться произносить звуки правильно, звуки К, Г, Х, задненебные, Д, Т. Ребёнку одни звуки произносятся легче, другие труднее произносятся. И поэтому мы сами смотрим, какой лучше ребёнку отработать звук на данном занятии. Ну вот мы с Василисой сегодня будем работать над стихотворением, в котором присутствует звук Д. Слоги с согласным звуком Д. Вот сейчас вы просто посмотрите фрагмент занятия. Пока что Василиса не совсем правильно произносит звук Д. Но тем не менее мы будем работать, ещё будем возвращаться к этому звуку. А вот сейчас Вы увидите фрагмент по работе над стихотворением. Сейчас мы с тобой повторим. Дед, да, дон. Вот это, да, ды, 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 ды. Да, вот она. Только ты синей так, да. У тебя... Видишь, у тебя получается, моя хорошая. Вот здесь только получилось. А у тебя получается совсем другой звук. У тебя получается Д. А ты должна произносить Д, Д, Д. Д, убери его, вот так. Д, ды, ды. Вот так, ды. Отсюда, ды. Вот, дед. Дед. Да, да. Дун. На. Дуде. Ду. Де. Дудел. Дудел. А. Ди, нет. А. А, деди. Ди. Демид. Мед. Мед. Где у нас Дадон? Дед Дадон? Дед Дадон. Скажи это. Это. Дед Дадон. А где Демид? А где Демид, моя хорошая? А вот? Вот он. Вот Демид. Демид. Кого так звать? Медведя? Медведя. Звать? Звать. Демид. Демид. Вот, молодец. А что делает Демид? Что он делает? Демид. Ну, ел. Ест. Ест. Вот, то есть стихотворение написано ел, а что он делает? Ест. Ест. А что делает Дадон? Что делает Дадон? Дадон. Дадон. Дудит. 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 Ду-дел. Это дудел он, мастер-кворение дудел. А сейчас он что делает? Дудит. 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 Ну, вот вы посмотрели фрагмент, кто смотрел мои занятия, тот знает, что Василиса вообще не говорила. Теперь она говорит. Но произношение слов у неё не чётко. Но произношение слов у неё не чётко. Звук Д она произносит не чётко. Звук периодически смещается. В стихотворении звучат имена Дадон, Демид, у Дадона дудка, на которой он дудел. Тут я хотела обратить внимание Василисы на время глагола в стихотворении, прошедшее время глагола дудел. И дудит в настоящее время. То есть она сначала называет дудел, а потом всё-таки исправляется. Пока я сильно не объясняю этого. А что делал Демид? Значит, ну, Демид мёд ел, объясняет Василиса. То есть она вот по данному стихотворению, она уже поняла, что дед Дадон на дудеду делал, а Демид мёд ел. Она хорошо показывает уже Дадона, Демида показывает, показывает дудку, мёд. Ну, вот заучивание таких стихов необходимо. Желательно, чтобы ребёнок запоминал. Но у Василисы это неплохо. То есть это мы будем способствовать развитию памяти, что так необходимо неговорящим детям. Ну, вот на этом занятие закончено. До свидания. Большое спасибо. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok